Я к мудрости небесной Дорогие друзья, на дворе 2017 год. Стремительно меняется лицо планеты. И я не веду сейчас речь о политических перетурбациях, военных потрясениях, региональных конфликтах, но говорю о внутреннем устроении человека, о состоянии его души. Не знаю, как в селах и деревнях, но горожане практически не поют песен, караоке не в счет. Сегодня редко, когда увидишь бабушку мирно, неторопливо, со свойственной пожилым женщинам задушевностью, беседующую со своим внуком. Все куда-то торопятся, не только взрослые, но и дети, как бы не опоздать на мультик-пультик. И вот эта нервность, напряженность, неумение улыбнуться самому себе или новому наступающему дню характерна для большинства. Скуп стал наш век на комплименты и на любви прекрасные моменты. Мало этого, мы, батюшки, прекрасно знаем, что иные люди умудряются запоминать все нехорошее, негативное, отрицательное, что только не приключилось с ними за прожитый день. Представьте себе человека, который уподобился навозной мухе, садящийся на скаренные грязные места и собирающий всю эту нечистоту на своих лапках. Увы, но среди наших сегодняшних собеседников может быть немало тех, кто умудряется вспоминать свои детские обиды. По крайней мере, мы, батюшки, поеживаемся, когда слышим на исповеди признание «не могу простить своей няне», у меня до сих пор обида на отца, который сказал мне резкое слово, поступал со мной жестко. Между тем, как сами мы весьма склонны к критическим замечаниям, осуждению, и кто из нас в годы юности, может быть, не произносил таких колких, острых, рубленных фраз. Сейчас я вычеркнул этого человека из своей жизни. Такой-то особы для меня больше не существует. И уж сущая беда, когда, приходя каяться в грехах, иные расписываются в своей немощи, говоря, «не могу, а потому и не хочу простить человека, подложившего мне свинью». Размышляя об этой нелегкой и не слишком веселой теме, давайте-ка мы, друзья, раскроем Акафист Иисусу Сладчайшему, как это делали в последние десяток, второй наших бесед, наших духовных размышлений. И какое обращение мы найдем в этом замечательном произведении древнего автора? Иисусе, молится он, обращая свой взор к Царю Небесному, Иисусе Примилостивый, спаси мя. Иисус именуется не просто человеколюбивым, добрым, снисходительным, не просто милостивым, а премилостивым Господом нашим и Спасителем. И на это слово я обращаю ваше пристальное внимание. Бог милостив и много милостив, долготерпелив и не наводит праведный гнев свой на согрешивших людей, но ждет их обращения и покаяния, о чем свидетельствует древний пророк, произнося свидетельство, дарованное ему свыше, произнося эти слова от лица самого Господа Бога. Не хочу смерти грешника, но жду, дабы тот обратился и жив был. Вот почему в нашем мудром русском народе умение миловать, то есть жалеть, сострадать людям, участвовать по-доброму в их жизни, отсутствие категоричности, выражаясь современным языком, максимализма, жесткости в суждениях. Вот почему эти качества почитались самыми важными, самыми драгоценными, самым великим сокровищем, которое может собрать человек, как пчела, летая по летнему лугу, собирает с цветов душистый нектар. Почему так мы ценим это божественное качество милосердия? Да потому что, по свидетельству Священного Писания, суд без милости, не сотворившему милости самому. Потому что Господь Бог, на судилище которого мы рано или поздно все предстанем, берет с нас пример изречь нам оправдание или осуждение, помиловать или казнить. А значит, человек милостивый, который умеет великодушно мириться с недостатками ближних, который не отождествляет своего с родника, с присущей тому ограниченностью, которая руководствуется словами апостола Павла о любви. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, не раздражается, не ищет никому зла, не радуется чужой неправде, но всему лучшему верит на лучшее надеется, никогда не отпадает. Наш народ почитает сердце благодарное, великодушное, снисходительное, милостивое главным нравственным приобретением, обогатиться которым может и должен христианин, живя на земле. И действительно, раскройте русских писателей, несмотря на разность их мировоззрений, подходов к жизни, несмотря на идеологические различия, все они воспитанные своими добрыми нянями, мамушками, как их тогда называли, провозглашают в своих литературных шедеврах этот идеал миловать и прощать. Роман эпопея Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Один из самых запоминающихся нам образов, если, конечно, вы учились в школе прилежно и взяли на себя труд познакомиться с этим романом, хотя бы фильм посмотрели знаменитую российскую, не американскую версию, экранизацию этого произведения, Платон Каратаев, типичный представитель русского крестьянства, рекрутированный в действующую русскую армию мужичок, который даже во французском плену, пребывая, не ожесточается, который пленным французам умудряется помогать и жалеть их. В нем Платоне Каратаева нет ни гранулы ожесточенности, жестокости. Он с улыбкой смотрит на мир и в этом отношении является исполнителем одной из высших заповедей блаженств. Блажены, милостивы, ибо они помилованы будут. А возьмем Федора Михайловича Достоевского. Во многих отношениях тот был антиподом Льва Николаевича Толстого. Однако в братьях Карамазовых вы найдете извлечения, которые наш проницательный писатель, я имею в виду Достоевского, практически переписал из древних аскетических назиданий подвижника VI столетия преподобного Исаака Сирина. Что же мы находим на самых важных знаковых страницах романа «Братья Карамазовы»? Мы читаем там о сердце Алёши Карамазова, который готов был каждую травинку, каждую былинку бережно взять в руки, целовать самую землю, который проразглашает эту безбрежную милость ко всему живому. И по существу милующее сердце, как считали отцы пустыньки и жены непорочные, является целью всех постов и бдений, и долгих служб, и молений. И человек, в душу которого вселилась эта божественная энергия жалости и любви, может без всяких подвигов стяжать благодать Святого Духа, войти в теснейшее родство с Искупителем. Вот почему, дорогие друзья, читая Акафиста Иисусу Сладчайшему, не будем галопом по Европам скользить по этим призываниям Господа Иисуса Христа. Но каждое из этих молитвенных обращений подобно горчичному зерну, которое внешне неприметно, однако разотрите его в перстах и вы услышите сильный терпкий аромат. Такова и наша сегодняшняя молитва Иисусе примилостивый спаси мя. Запечатлеем в нашей памяти это обращение. Будем всегда содержать в уме и сердце ведение о том, что Господь скорее милует, охотнее милует, чем наказывает человека. И поэтому в нашей будничной жизни, в ежедневном общении с близкими явим им не кислую, хмурую физиономию, не краткое, резкое и всегда неприятное слово осуждения, но улыбку, сочувствие, сострадания и готовность протянуть руку другу попавшему в беду. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова